Добрый вечер. День рабочий подошел к концу. Пришло время отходить ко сну. Вообще, чем бы я время занимался, это можно назвать работой. Либо это работа на предприятии, либо это молитва, которая называется работа в сердце. Работа с сердцем. Либо это изучение Торы, тоже работа. Очень сложная работа, трудная работа. Учиться не каждый может без перерыва. Работать можно 8-9 часов, даже больше некоторые работают. А вот учиться долго, это непросто. Три часа, четыре, все, все, уже хочется поспать, покушать. Очень тяжелая работа. Либо это работа в семье, с детьми, столько беготни. Либо это работа над собой. Все работа. Как бы там ни было, работа закончилась. День закончился. На улице темно. Нам осталось сказать последнюю молитву. Она называется Криат Шма Шааламита. Криат Шма Шааламита. Криат Шма на кровати. Перед сном снова говорим Криат Шма. Криат Шма Шааламита. Зачем мы это говорим? При тем, как заснуть, стоит сделать немножко такой хешбон нефиш. Подытожить день, что было, что мы пережили, как мы себя вели, подвести итоги. Как известно, мысли влияют на расстояние. Если мы кого-то обидели, можем про него подумать что-то хорошее. Если нас кто-то обидел, мы можем простить. И даже попросить, чтобы его не наказывали, того, кто нас обидел. И вот таких много-много-много таких итогов стоит подвести в конце дня. Это все включается в то, что называется Криат Шма Шааламита. Мы посмотрим отдельные части и поймем, из чего это состоит. То есть лучше не просто отрубиться и заснуть от усталости, когда уже глаза сами закрываются. Или когда уже нет сил сесть за компьютером, смотреть новости, пока голова не упадет. А лучше подвести себя в здравом состоянии к этому ритуалу, который называется Криат Шма Али Мита. Это итог всего дня. Итог сегодня. Это очень важная стадия. Именно в конце дня мы можем получить прощение за все, что мы напортачили в течение дня. Это время сделает Чува. Это даже такие сидуры, где в Криат Шма приводится ведуй. Прямо как в Ем-Кипур. Когда бьем себя в грудь, говорим Пашану, Хатану, Авину. Достаточно ведуй. То есть мы думаем, где мы были неправы, и твердо решаем, больше этого не делать. Это называется Чува. То есть раскаяться и решить вести себя по-другому, начиная с завтрашнего дня. Какие грехи наиболее распространены? Не каждый каждый день ворует и так далее. Что может быть? Какие могут быть грешки? Например, обман. Обман в бизнесе часто распространен. Почему-то считается, что в рекламе обманывать это, само собой разумеется, вполне нормально. Что-то там приукрасить, обмануть. Реклама. Главное, что вы покупали. Торговля обманывают. Кто сказал, что это задозволено? Вашонара. Засловия. Очень мы любим поспектричить. Да, тоже стоит подумать. Все ли то, что мы говорили, стоило говорить? Или можно было воздержаться? Есть еще параграф важный. Он называется лейцанут. Это тоже принадлежит ревизии. Этот параграф лейцанут. Что такое лейцанут? Лейцанут это как бы шутовство. Легкомыслие. Это не радость или юмор. В хорошем смысле этого слова. А это такое дурачение. Если это над кем-то другим и мы дурачимся, то это совсем никуда не годится. Это страшный грех. Даже сами себя ведем как бы по-дурацки, несерьезные. Это тоже недостойное поведение человека. То есть ко всему относиться как бы так цинично. Так это такой эпофегист. То есть все равно. Это называется лейцанут. Это веление может даже граничить с психологическим отклонением. Поэтому нужно очень осторожно. Человеку нужно дать себе отчет в том, что он как себя ведет. Не все, не над всем смеяться. И так далее. Такие маленькие вещи. Нужно про все это подумать. И все это прожелание можно исправить. И креат шма али мета – это последний шанс. То есть последний шанс исправить то, что мы сделали за день – это креат шма али мета. Как это исправить? Давайте начнем разбирать и поймем. Вообще креат шма али мета находится в самом конце сидура. Если мы взьем сидур, мы учили брахот, потом молитва шахарит, минха, мари, там избиркат, амазон. И в самом конце находят раздел, называется креат шма али мета или ше али мета. Мета – это кровать, креат шма – на кровати. Конечно, вообще не обязательно сидеть на кровати, говоря, это можно сидеть около кровати. Это такое образное название. Это последняя молитва. Я думаю, это самое время немножко поговорить про строение сидура, как он устроен. Сидур построен очень логично и очень удобно. Поэтому называется сидур. То есть сидур – это дословно упорядовочение. То есть сидур – это книга, которая делает порядок в молитвах. Если вы откроете главление, вы видите, что начинается с утреннего пробуждения, потом утренняя молитва, после этого мы обычно кушаем беркат, амазон, потом можно куда-то поехать в фиатадерах. Это все находится по порядку. Потом дневная молитва Минха, есть вечерняя молитва, потом есть душ Лавана, который, говорится, раз в месяц. Также включаются более редкие мероприятия, например, свадьба, есть брахот на протест бракосочетание, ашеобрахот, бритмила, даже есть брикат и ланот в кульсидуре, благоцененные деревья. Когда мы выходим весной, месяц Ниссан, выходим на улицу, видим цветущие деревья, можно сказать, браху, браха специально на деревьях. Если мы видим два плодовых цветущих дерева, да, и специальная браха, она, как говорится, раз в год. Есть еще более редкий брахот, как говорится, на солнце, браха, браха, хама, это все в седуре. Есть даже такие седуры, которые, они включают в себя только будничные молитвы, там нет ни шаббата, ни праздников. Они более тоненькие, это сделано для того, чтобы было просто удобнее им пользоваться, чтобы не было там информации, которая в будние дни нам не требуется. Они более удобные, более тонкие. И вот в конце такого седура будет качмаша, аля мета, тоже часто бывают в конце псалмы, книжечка Таилим в конце тоже присоединяется в седуре. Либо седур более толстый, и там уже включается второй раздел про шаббат, после шаббата будет третий раздел про праздники. Итак, качмаша, аля мета. Пару слов общих. Вообще, это составлено из разных-разных-разных частей псалмов, молитв. В разные времена это было составлено. И в разных седурах это по-разному порядок идет. Но есть две самые важные части. Две, три. Самая важная часть, то, что мы сегодня разберем, это, конечно, само собой крятшма. Само крятшма. Либо только первая его часть, либо все три части. Зависит от разных мнений. Само крятшма. И есть браха. Браха перед сном. Браха с именем Творца. Барухата. Шем. Все, как положено в отчале, в конце. Давайте бригата мапиль. Так и называется бригата мапиль. Скоро поймем, почему. И есть еще одна часть. Мы говорим. Ребуношу-люлям. Прости меня, и я всех прощаю. Тоже важная часть. Эти важные части. В русской добавляется много-много разных псуки. Есть очень разные варианты. Когда я был в Ишиве, я помню, у меня над кроватью вылистил листик. На этом листике я написал, ну, там, отпечатал. Крятшма шалимита так, как я это видел. Потому что были очень разные Сиду Рим. В Ишиве были ученики со всего мира. Там были разные традиции. У меня не было традиции какой-то определенной из дома. Я искал то, что подходит мне. Я такое составил для того, что мне кажется, это более правильно, то, что мне более удобно. Само-то, что я такого уже не сделал бы. Сегодня понимаю, что самое правильное, это взять какую-то уже традицию существующую, принять ее на себя, и вот идти уже следовать одной традиции, а не делать такой микс из разных-разных традиций. Но то, что было, я сел на кулистик, там был крятшма аль-мита. Значит, начинается крятшма аль-мита, это везде одинаково. Это везде одинаково. Начинается с общих слов, когда мы говорим, «Рибунош шу-лю-лям, владелец мира, я прощаю всех». Это очень важно. Потому что, если я кого-то не прощу, то он получит заказание. Если я кого-то прощу, то он заказание не получит. Если я его прощу, то у меня будет жизнь предлена. Такое обещание переводит Миштамбрура. Давайте взглянем на слова крятшма, на самое начало и разберем. Вот вы видите перед собой. Написано так. «Рибунош шу-лю-лям, во среднем мира». А рейни мухель, леколь ми ше их из, век нит уйти. А рейни, это вот я, да, а рейни. Вот я, мухель, 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 да, как я прощаю. Всякого. Леколь ми ше их из. Всякого кто их из. Ну, дословно, кто меня разозлил. Оскорбил. Коль ми ше их из. Ве и к нит уйти. То есть, это имеется в виду катан, то есть, сделал меня маленьким, унизил меня. Оскорбил, унизил, ути, меня. Я его прощаю. О, или, вторая строчка, оше, или же, хата, к нигде. Согрешил против меня. Нигит это напротив. Против меня согрешил. Хата, к нигде. Теперь здесь разные виды грехов. Или же, словами, или же физически. Это все тут перечисляется. Бен бе гуфи, бен бе мамуни, бе бе мамуни. Гуф это тело, либо он тело мое, как-то задел. Бен бе мамуни, мамон, мое имущество. Нарисал мне какое-то уронное имущество. Бен бе хаводи, или, да, какое-то, то есть, мою честь, как-то задел. Кавод, важная тема, кавод, уважение, да, бен бе холя шерли, или вообще, все, что у меня есть. Допустим, плюнул на мою собаку. Наглец, это моя собака. Куча примеров. Каждый, кто меня как-то обидел, задел, я за все, все прощаю. И не важно, если он сделал это специально, или не специально. Бен бе онес, бен барацон. Онес, это он был анус. Вот буквально вчера слышал историю, когда был холокост, создавая Тешуа, война, и там заставляли людей делать все разные вещи. Люди убивали, как бы у них не было выбора, заставляли убить кого-то другого. Разные могут ситуации. Это называется онес. То есть человек не хотел это сделать, его заставили что-то сделать, он это сделал. Это называется бе онес. Бен бе онес. Либо он это сделал, он хотел это сделать, рацион. по своему желанию. Бен бе шугег, бен бе мезит. Шугег случайно, мезит специально. Бен бе дибур, бен бе маасе, словами или делом. То есть не важно, как он заигрешил, я за все прощаю. Бен бе гиргул зе, бе бен бе гиргул ахер. И даже если это было в прошлой жизни. Гиргуль, это когда душа возвращается в эту жизнь, а в прошлой жизни она была в другом теле, даже может быть не в теле человека. То есть я даже прощаю тех, кто против меня согрешил в прошлой жизни. Бен бе гиргул зе, бен бе гиргул ахер, бихоль ба надам. Всякого, любого человека я прощаю. Тут надо отметить такой момент, зачем мы это говорим каждый день. Если в прошлом гиргул, в прошлой жизни, кто-то меня обидел, я его просил вчера, вчера вечером, я его уже простил. Есть такое слово на еврите, называется эмиш. Эмиш это вчера вечером, очень важное слово, потому что иногда мы говорим вчера, но имеется только вечер. Например, если сегодня шаббат, то если я скажу вчера, то это будет уже не шаббат. То есть если я скажу эмиш, вчера, то это имеется тоже шаббат. Иногда есть важная разница между этим. То есть вчера вечером я уже простил его. Зачем снова, я еще раз его сегодня прощаю. И так каждый день. Это было в прошлой жизни вообще. Дело в том, надо понять общую концепцию, что мы живем в мире, который все время движется, крутится. И поэтому в каждое время, в каждом месте общая структура всего, она меняется. То, что я вчера сделал, это не повлияло. Сегодня могу управлять. Это как будто атаковать цель как бы с разных углов. С этого, допустим, на корабле или на самолете мы атакуем цель. Мы не попадаем. А вот с другого места да, можно попасть. Или в другое время. Время, место, это понятие, которое они меняются. И у них есть разная сила влияния. Поэтому мы каждый раз молимся одну и ту же молитву. Это касается любых молитв вообще. Каждый день молимся Шахарит, Минха, Равит. Каждый раз. Шмайсер, зачем? Потому что каждый день это что-то новое. То, что было вчера, это было вчера. Сегодня это новая реальность. Читаем дальше. Выделено сильным шрифтом. И мы говорим так. И пусть не будет наказан, наказание, не будет наказан, не будет наказан, никакой человек из-за меня, по причине моей. То есть, говорится так, как я сказал, что если кого-то тот меня обидел, я его не прощаю, ну, и вот за это накажут. Но если я его прощу, он не будет наказан. Это выгодно так же и мне, потому что если я прощу, то у меня простят. Есть обещание, кто, кто прощает других, у него удлиняется жизнь. То есть, надо постараться всеми силами как-то простить другого. подумать, что это он сделал не специально, либо это у него был такой ецераран, напал на него, то есть, он хороший где-то там в глубине и так далее. Можно найти, можно оправдать почти, почти любого еврея. Не любого, но почти любого еврея можно оправдать и не держать на него зла. Можно с ним просто не общаться, это тоже вариант, но на него не злиться. А некоторые говорят, ладно, я тебя прощаю, Бог тебе судья. Но это не что ты сказал. То есть, ты как бы его не простил, Бог тебе судья. Не, я тебя прощаю, а Бог на самом деле тоже упростит. Надо молиться за то, что его упростил Бог, даже так. И дальше. Ирацон. Пусть будет желание перед тобой. Ирацон, милефанеха. Перед тобой. Илефанеха. Ашеми лукай, милукай, 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 мой Бог, Бог моих отцов. Шлехта от, чтобы я больше не грешил. Шлехта от. Хэт, грех, это глагол лахто, алиф в начале мы видим. Да, может даже мышка, можно показать, если видно мышку. Да, эхта, шлехта, то есть, я в будущем времени, чтобы я не грешил, от, больше. В конце дня я прошу, больше не грешить. Велюахзор баэм, и не вернусь к своим грехам. Снова в будущее время. Лехазор. Лехазор, возвращаться. Алиф, это я в будущем времени. Я больше не вернусь. Пусть я больше не вернусь к этим своим преступлениям. Велюа ашуф от ляхисейха. Глагол ляшуф тоже возвращается, другая форма. И не вернусь больше тебя злить, Ашем. Любое наше прегрешение, оно злит Ашева. Ляхисейха. Злит тебя. Пусть я больше тебя не буду злить. Велюа сеара баэныха. И не сделаю плохого в глазах твоих. То, что я уже натворил, согрешил перед тобой. Мхок. Мхок. Сотри. Как будто этого не было. Бархамиха, рабим. По милости твоей. Рабим. По великой милости твоей. Как бы очисть. Сотри. По милости своей. Мы просим, чтобы у нас не было копора через страдания. Оваль. Но. Лё. Не через альядей исурим. Исурим это страдания. Выхалаим или болезни. Какие-то плохие болезни. Страдания. Они михаприм. Делают копора. То есть, человек могут просить как бы за страдание. Как бы он платит за то, что он приглашил страданиями. Мы просим, чтобы нас простили без тяжелой такой цены. Чтобы не было страданий и болезней. И дальше в конце следует... Это пасуки с Тейлим. Это пасук, мы тоже говорим в Шмонайсере. Пасук такой. Это пасук... Это Тейлим Ютет. Пасук Тетва. Пятнадцатый пасук. Пусть слова мои и логика моего сердца, то есть, как я размышляю, то, что, как я думаю, что я сделал правильно. Пусть это будет лярацион. Тебе угодно. Ильярацион. Пусть тебе будет угодно. Имрия пи. То, что я говорю. То, что я сейчас сказал только что. Мое прощение. То, что я других простил. И то, что вообще делаю. Ильярацион. Имрия пи. Как я подумал себя везти. Лифанеха. Перед тобой пусть это будет угодно. Ашем цури вегуали. Дам такой пример. Буквально вчера я взял кого-то подвезти. Тот, кто знает немножко Иерусалим, знает, есть первая дорога, она едет в Иерусалим. И там есть развилка. Можно поехать в город. Въезд в город. А можно поехать как бы в объезд. Там через Рамот. Я ехал в Рамот-Шеломо. Там была интересная Иерусин. Жених и невеста. У них был общий прадедушка. Очень интересно. Так я ему сказал, что я еду в Рамот-Шеломо через дорогу окольную, не приезжая въезд в город, если бы это устраивает. Он говорит, ну конечно, лучше, чем ничего. Автобус еще через 20 минут. А у него была такая огромная коробка в коляске. Он взял такую огромную коробку в коляске, положил в багажник. И мы поехали. И, как я сказал, я его довез до того, что называется 100-метромот. Дальше сам. Потом подумал, что я мог сделать лучше. Я мог бы поехать через весь город и свернуть. Мне нравится небольшой. Просто я привык ехать так. Потому что обычно там пробки. А вечером пробок не было. Потом я очень за это переживал. Почему я сделал мельцу такую неполную? Я предупредил. Я обязан везти его куда ему надо. Я не таксист. Но все равно, что мне стоило поехать по другой дороге, а не там, где я привык ехать обычно. В этом случае, можно сказать, вот, может, я еду в Рацион и МРИП. То, что я подумал сделать, пусть это будет Рацион, пусть это будет в лучшую сторону, пусть все вернется к лучшему. Пусть ему будет в прошлую дорогу, чтобы он добрался, чтобы все было к лучшему. Или Рацион и Генлюби. То, что я подумал сделать, пусть это будет желанно. Пусть все будет к лучшему. Как бы так. Это первая часть, которая называется Ребеночий Юлям. Мы просим прощения. После этого, после этого, есть разные части. Я начну с части, которую говорят дети. То есть, каждый ребенок с самого маленького возраста, когда они умеют говорить, он это слышит, ему это родители, папа или мама, ему это напевают перед сном. Этот отрывок, который сказал Якова Вину, он сказал это по отношению к Минаше и Ефраим. Минаше и Ефраим. Он им сказал так. Амалих Агоя-Люти. Вот видите, перед собой. Амалих Агоя-Люти. Ангел, который меня как бы спасал от всего плохого. Микозра. И вареха Тенарим. Пусть он благословит и позаботится о этих юношах. Ифраим, имя наше, это его внуки, сына Иосифа, внуки Якова. Векаре Баэм Шми. И пусть они будут названы именем моим. То есть, не дословно, как пусть они несут имя мое. Вешем Аватай. Имя моих отцов. Аврагам. Вейцхак. Вейтгуларов. И пусть они будут размножаться в земле как рыбы. Давайте это напоем, как это поют детям. Любой ребенок это, как бы, резко это знает, самым возрастом. Это такой универсальный. Давайте, тут у меня есть тоже мое дитё, которое поможет мне петь. Ама-Ла-Ха-Го-Вэ-Лё-О-Си. Ама-Ла-Ха-Го-Вэ-Лё-О-Си. Микол-Ра. Микол-Ра-Го-Вэ-Лё-О-Си. Получилось хорошо. Давайте еще раз поем, чтобы запомнить. Но-Хан-Маль. Еще раз. Это так, можно напевать, так легче запомниться. Ну, раз, два, и. Ама-Ла-Ха-Го-Вэ-Лё-Си. Ама-Ла-Ха-Го-Вэ-Лё-Си. Микол-Ра. Ама-Ла-Ха-Го-Вэ-Лё-Си. Тудар-А-Ба. Вот такие псуки, мискниги Берешит. Интересно добавить, что Якова не случайно говорит такое благословение. Это благословение на размножение, как рыбы. Смотрите, он дает это благословение Эфраим, Эменаше, сыновам Юсефа. Юсеф, его имя, а слово Юсеф, Юсеф добавить, то есть добавка, размножение, да. Эфраим, тоже, при, плодотворство, Эфраим, Лефрод, Лефрод, плодоносие, плоды. А Менаш, он был Пхор. Пхор тоже, он получает два раза больше всего, то есть он тоже символ размножения. Яков, дал это благословение исходя из имен, из имен Юсефа и Эфраима. Теперь, это касается нас всех, это благословение, потому что там говорится так, давайте еще посмотрим на этот пасук, Амалах Аголоси, говорит Яков, тот ангел, который сохранял меня, Миколера, вы помните, сколько Якова было приключений в жизни, все время ангел его охранял. Так это же ангел, пусть он продолжает следить, заботиться о моих внуках. И далее, Иварах это Нарим, Викарабаем Шми, пусть эти Нарим, они как бы несут в себе имя, мое имя, пишем Авутай, все-таки Авутай, мои отцы, Аврагам и Ицхак, Аврагам и Ицхак, Яков. То есть, очень важно, чтобы люди, они себя ощущали, Эфраим, имя наши, и мы с вами, мы их продолжаем, чтобы мы себя ощущали, как будто мы продолжаем имена Аврагама, Ицхака, Якова, то, что называется Ихус. Это очень важно, чтобы человек себя как бы олицетворял с такими положительными героями, с тадикими. Тогда он тоже сам будет себя вести, соответствующим образом. То есть, как бы он, как бы, не опозорит имя своих праотцов. В этом заключается Браха, Якова. Дальше он говорит, чтобы они размножались. Вейдгу, слово догим, векере варец. Именно в Израиле, или около Израиля, но не в Америке, чтобы они размножались, не в Германии, и так далее. Этот отрывок, как мы сказали, этот отрывок знают все дети, но он идет не в самое начало. Вы видите, все другое, что он идет где-то уже после этого. А что идет сразу после Райбоноши Улям? Начало. Либо Криачма. Криачма мы уже проходили, мы не будем вдаваться в Криачма. Криачма говорит, еще раз на кровати, потому что ночь, это все-таки время опасностей. И при прибыли опасности человеку стоит говорить Шма-Исраэль. Любая опасность, даже если опасность немимая, человеку просто страшно, можно сказать, Шма-Исраэль. Это оно стерегает. Почему оно стерегает? Потому что человек как бы себя подключает, подводит под Творца. Он, он, над ним, как бы, тогда больше в Машгиях следит. Либо, если такой совет, представить перед собой четыре буквы ютки, вавки, да, буква Творца, как это один рассказывал, Раф, он ехал на машине, он остановил полицейский, хотел дать его твав, уже не помню, за что. Так он, значит, представь, что на лбу у полицейского написано ютки, вавки. Смотрит на полицейского, видит на него на лбу ютки, вавки. Да, то есть, называется Эйнонмельвадо, больше нет никого, кроме Бога, да, все от Бога. Нет, нет полицейского, никого. Нет, нет, никого, ютки, вавки. На самом деле, говорит, это полицейский, оказывает его знакомый, какой-то оказался, в конце все, все, все благополучно. Так это, креат шма, который мы уже изучали, на прошлый урок, можно вернуться и снова посмотреть. Если, полон секрет, креат шма, то надо сказать сначала келемелех на иман, и тоже в конце можно сказать, то есть, или бет, или повторить, все как креат шма, обычно. Если человек не успел сказать креат шма в домах, Мария, вы, допустим, Мария пополнился, а есть обязан сказать креат шма ночью. Может быть, он скажет, сейчас креат шма на кровати, перед сном, полностью, креат шма, может быть, он выйдет, то есть, ледехова, сказать креат шма. Почему? Может быть, потому что не по всем мнениям это работает. Окей, но это уже нюансы. Мы идем дальше, и дальше у нас в программе, то называется, ашкивейну. Давайте посмотрим на эти слова. Ашкивейну. Теперь мы просим, чтобы Ашем нас уложил спать. Ашкивейну. Шухев это лежать, да, ли шкаф лежать. Ашкивейну. Уложи нас спать, Ашем. Не просто спать, а ли шалом. Чтобы мы спали с миром. Ашкивейну. Ашемилукейну. Лешалом. Амидейну малькейну. Лахаим тувим. И снова таки. Лешалом. Уфроса лейну. Сукас шломеха. Да. И прости над нами шатер мира. Чтобы мы жили как будто все время, мы ходим как будто в шатре мира. Давайте я зачитаю сначала полностью этот отрывок, потом мы будем по строчкам переводить. Ашкивейну. Ашемилукейну. Лешалом. Ваамидейну малькейну. Лахаим тувим. Лешалом. Уфроса лейну. Сукас шломеха. Восстакнену. Боицца טובа. Мелефанеха. Вошиэйну. Мехера. Леман шмиха. Ваген баадейну. Ваген баадейну. Васыр маалейну. Оьев. Девер. Вехер. Вараб. Вегон. Васыр. Сатан. Мелефанейну. Это вот такой отрывок. Тоже отрывок этот важный. И его говорят все. Вопросу когда. Или до креачма. Или после креачма. Ашкивейн. Давайте разберем эти слова. Уложи нас. Скажи уложи нас. И поставь нас на ноги. Вами дейну. Уфросалену сукац. Шломеха. Раскин над нами. Мирный шатер. Сукац шломеха. Весыкнейну бееца товаа. Мелефанеха. Слово такныну. Оно немножко сложное. Это я думаю слово киньян. Тут есть куф. Никафа куф. Такныну. То есть как бы надели нас. Советом. Советом хорошим. У нас есть очень в жизни много разных сомнений. Мы не знаем как правильно поступить. Ищем совета. Спрашиваем одного. Спрашиваем другого. Все по разному говорят. Как правильно поступить. Непонятно. Так мы просим. Такныну бееца това. Ица это как бы совет. Ица. Ица това мелефанеха. Чтобы это было ица хорошее. Так же угодно перед тобой. Такныну бееца това мелефанеха. Это говорится перед сном. Потому что может быть что на завтра утром придет вдруг решение. Такое частое бывает. Человек идет спать. Есть проблема нерешаемая. Утром просыпается. О! Сегодня так страшно. Оказывается можно так. Можно так. Есть какие-то лазейки. Что-то можно сделать. Это мы просто просим перед сном. Уши-эйну лиман шмеха. Просим Ишуа. Уши-эйну лиман шмеха. Ради имени твоего. Ишуа это очень важная тема. Мы удостоимся с вами разбирать молитву Шмуна Исры. Амида. Там мы заметим, что эта тема Ишуа, Геула, Машиах, Бен Давид. Она очень часто встречается в молитве. Это центральная тема. Тоже здесь перед сном мы просим напоследок. Наконец-то Уши-эйну. Дай нам Ишуа. Вообще каждый день, что проходит, мы приближаемся к избавлению. К Машиах, Геуле. Допустим он будет через сколько? Через неделю. То есть завтра будет шесть дней. Потом останется пять дней. То есть мы приближаемся к нему все ближе, ближе, ближе. Надо просить не приставать. Не отчаиваться. Уши-эйну лиман шмеха. Вааген Баадэйну. И защити нас. Аген Маген, как Маген Давид, Агана. Защита. Защити нас. Баадэйну, это сложный немножко оборот. Защити нас. Ваасэр мяалейну уев. Слово асэр или асэр. Убери. Асэр мяалейну. От нас врага. Устрани. Уев. Врагов, противников. Девер. Вехерев. Девер, это как помните, из десяти казней в Египте. То там должен был девер. Какая-то такая проказа, эпидемия, какая-то, может, это чума. Рабарий, что вы говорите? Это чума, не чума, девер. Как переводится по-русски девер. А? Мор. А, мор. Такая вот. Эти девер, это вещь, которая, это бэйдэй шамайм. Есть вещи, которые люди делают, там портят. А есть вещи, которые бэйдэй шамайм. То есть никто не решил сделать вдруг ни с того ни с того, ни сего мор или какую-то, навести какую-то эпидемию чуму. Это бэйдэй шамайм. То есть это наказание именно шамайм. Мы просим, чтобы от нас всех убрали. И врагов, людей, которые на нас нападают по своему желанию. И так, что нас идет именно шамайм, с небес. А сэнми алейно ойев девер. Вехэров. Ну, хэров, дословно, меч, да? Чтобы не было войны. Вэраав. Рав, это голод, чтобы не было голода. Ягон. Скорбь. Вэасэр сатану. Сатан. Сатана, сатан. Сатан. Убери тоже его. Устрани этого сатана. Сатану, этого противника. Мелефанэйну у мяхурэйну. И перед нами, и после нас. Когда человек хочет сделать какую-то митцву, у него есть много препятствий. Конечно, митцва это вещь хорошая. А если кто-то не хочет этого, то есть препятствия. Не просто делать митцву. Но даже если мы добились того, что мы хотели сделать, что-то хорошую вещь, на этом еще дело не закончено. Сатан еще не отдыхает, у него работа продолжается. Он теперь нам тоже после этого хочет помешать, чтобы мы передумали, чтобы мы вдруг почувствовали что-то не то, чтобы мы не были довольны этой митцвой и так далее и тому подобного. Мы просим убили сатана и до, и после. Во цель канфейха, это стерейно. Такое образное выражение цели. Цель это тень. Цель, тень. В тени крылатого канфейха, твоих крылов, спрячь нас. Спрячь нас. Оберегай нас под своим крылом. Тут, вижу, переводится по-другому. Переводится под сенью престола. Ну, потому что нету дословно крыльев, да, у Творца. В случае мы понимаем, что это как бы такое выражение, чтобы нас защитили. Ашем нас защитил, когда взял под крылышко. Ки. Строчка предпоследняя. Ки. Кель шумрейну муцелейну ата. Ведь ты, Ашем, нас охраняешь и спасаешь. Шумрейну муцелейну. Охраняешь нас и спасаешь нас. Ты. Ата. Ки. Кель мельханну ну врахумата. Да, ведь ты, Ашем, рахум, ханун врахум, ты милостив. Что тебе стоит нас заступиться, нас защитить? Это то, что мы просим. Ки. Кель мельханну ну врахумата. Мы уже не раз говорили, что рахум, это слово как рахум, как мама, оберегает своего ребенка, любит его, невзирая ни на что. Это мила рахамин. И в конце, срочка последняя. Ушумер цецейну вейну лихаиму тувим у лешалом. Мета ваду лям. Храни нас, когда мы выходим, когда мы заходим, мы выходим из дома, идем куда-то. Шумер цецейну у вейну. Это что-то, когда возвращаемся. Чтобы все было лихаиму тувим, у лешалом. Мета ваду лям. Мета это с этого момента. Ата это сейчас. Буквы айн. Буквы альф это ты. Буквы айн это сейчас. Мета ваду лям. С этого момента и далее. Навсегда. Это еще одна часть. Криачмали мета. Давайте пойдем сразу дальше. Что еще у нас есть в наборе? Да. О, тоже очень важный послук. Это из книги Таилим. Тут начинается такой отрывок, который включает в себя послуким из книги Таилим. Конец цадик. Это последний послук Таилим цадик. И дальше переходит плавно в цадик альф. Говорится так. Вей ноем атуна и логейну алейну. О ма са я дэйна куна алейну, о ма са я дэйна куна неу. Это послук часто очень говорится. Перед походом в Микве, в Микве это можно сказать. Перед тем, как мы начинаем готовить вкусную еду на шаббат. Это послук часто очень говорится. Три раза можно сказать. Можно и один. Тут авирус один переводится. Еще раз. Вей ноем атуна и логейну алейну. О ма са я дэйну куна на алейну. О ма са я дэйну куна неу. Как понять? Вей ноем. Ноем это что-то приятное. Ноем. Это слово наим. Наим. Есть тоже такое имя. Ноем. Помните, был ноем или мелих. Только праведник. Вей ноем. Вей ноем ашем. Логейну алейну. То есть, как бы, пусть нам будет даровано блаженство. Мы сочувствуем все время на таком состоянии приятном. Не просто состояние приятное, непонятно чего. А именно от ашема. Мы чувствуем как бы ашем вместе с нами. Нам это приятно. Вей ноем ашема логейну алейну. Да, вот, ну, то есть, приятное ощущение ашема, пусть оно будет на нас. С нами. И дальше. У ма са я дэйну куна на алейну. И дьяни рук наших, пусть они пойдут на пользу нам. А са я дэйну куна на алейну. Как это понять? Тут есть разные комментарии. Просто понять этот послуг. Так будет интересно, что вот по-русски они переводят, совсем как, немножко странно, как будто просто повторение. Так переводится. Да утвердит он в мире творения рук наших. Творение рук наших да утвердит. То есть, как будто повторение повторяется одно и то же два раза в другом порядке. Но тут есть нечто большее, чем просто повторение. Давайте разберем. Значит, первая часть. Масэ я дэйну куна на алейну. Дьяни рук наших, пусть они будут нам на пользу. Куна на алейну. Имеется в виду так, что имеется в виду, что мы просим, чтобы то, что мы делаем, чтобы на самом деле мы получили какую-то пользу, какую-то удовольствие. Просто мы сделали, да, и кто-то другой от этого наслаждается. Нам пошла именно на пользу. Куна на алейну. А Мальбин объясняет, он так объясняет, что когда человек что-то делает, допустим, человек строит дом. Ну, есть фундамент из бетона, есть земля. Потом есть кирпичи. Там рамы поставили деревянные. Дом построен. А где человек? Кто-то построил этот дом, про него никто как бы не знает и не помнит его. То есть он самими руками построил дом. Его не видно, человека не видно. Так это так работает в мире физическом. В мире, когда в сфере духовной, вне что-то по-другому. Когда человек, допустим, делает что-то духовное, тогда он сам в этом деле участвует. Вот он база этого дела. Слово куна на, это имеется в виду как опора, как база, да, басист чего-то. Например, человек учится. Он учит Тору. Так он, из-за того, что он учит, он и есть фундамент учебы. Человек делает какую-то митцву. На чем держится эта митцва? На ком она держится? Она держится эта митцва именно на нем. Именно на этом человеку. Нет никакого постороннего, постороннего какого-то цемента, на что он поставил эту митцву. Это все держится на нем. Мы просим, по-про-мальбиму, мы просим, чтобы то, что мы делаем, оно держалось на нас. Так вот так он просит. Есть продолжение этого послуха. Давайте просим в конце, в третьей строчке. Умасэядэйну конэнэгу. То есть не просто, чтобы это было нам до этого хорошо. Масэядэйну конэнэгу. Пусть деяния наших рук, они в общем послужат тоже другим, чем-то хорошим. Это Масэядэйну конэнэгу. Есть вариант сказать, что это наши деяния рук, пусть они поможут как будто творцу в этом мире. Масэядэйну конэнэгу. Это можно говорить перед тем, как мы что-то начинаем делать, чтобы пусть у нас будет успех в наших деяниях. Это мы говорим тоже перед сном, потому что все, что мы сделали в этот день, пусть это будет на пользу. Дальше. Еще отрывок из Грятшма. О, это самый сложный отрывок. Этот отрывок, это Таилим, Цадь Алиф, очень важный Таилим. Это очень сложный Таилим. Это, пожалуй, самая сложная вещь, которую мы смотрели вообще с начала наших занятий. Тут очень трудно понять, но что поделать, мы должны это понять, потому что это говорится по всем мнениям. Единственное, что, допустим, в Сидурии Таилаташем, в Сидурии Хаббат, там приводится не полностью Таилим, половина такого приводится. Но обычно приводится полностью этот отрывок Таилим, Цадь Калев. Ну что ж, давайте потянем покрепче наши ремни и начнем разбираться. Да? Значит, начинается так. Давайте начнем с комментария Мальбима, как Мальбима комментирует этот отрывок. Он говорит так, представим себе, что как будто есть какой-то ангел, который сидит в высших мирах. Он видит, что все, что там происходит. Он говорит нам так, нам это молящимся, тот-то молится. Он говорит нам так, слушай, я сижу там в высших мирах, я все вижу. Я говорю так, ты, Мальбима, ты, Йошев, ты сидишь под Богом. Знай это, что душа твоя, она под Богом. Ты, может, это не ощущаешь, ты забегался, забыл про все, но твоя душа, она сидит под сет религион. Она прячется, да, там, под Всевышним. Убецель шакай и слонан. И тоже ты, то есть, твое тело тоже, оно находится все время в тени. Шакай это имя Творца, который помогает, показывает на его силу. Цель шакай и тлунан, и тлунан это слово, как бы ля лун, то есть, постоянно пребывать. Так говорит Мальбим. Другой вариант объяснения, допустим, Параши. Так, Йошев бесе триллион. Тот, кто ощущает себя, что он под Богом, вот он, на самом деле, будет в тени Бога, его тело будет в тени Творца. Бесе шакай и слонан. То есть, Ашем будет, как его тень, куда он, туда и туда и он, как тень. И он тоже будет идти, как бы в тени Ашема. Это первый послуг. Дальше. Омар ля Ашем махси умитудаси. Омар ля Ашем махси умитудаси. Митсуда, это, допустим, как крепость, скажем так, или, ну, что-то такое. Митсуда. Есть такое, Митсуда Давид. Омар ля Ашем махси умитудаси. То есть, укрытие мое, крепость моя. И люка ефтахбо. Ашем, в которую я верю. Эфтахбо. Это как будто, говорит, тот самый ангел. Он самый, тот ангел, который это самый разговор, он говорит, Омар ля Ашем махси умитудаси. Я говорю Таашему, в которую я верю. Он моя защита. Он говорит мне, молящемуся. Ки-гу я-циль-ха. Он говорит так, что он, Ашем, я-циль-ха. Он тебя спасет. Митсуда. Пах я-куш. Митсуда. Две вещи. Спасет. Митсуда. Пах я-куш. Пах я-куш. Это капкан. Я-куш, слово мукеш. Мукеш, это тоже мина. То есть, человек, когда-то идет, видит, допустим, просто пах. Ну, что такое металлическое, скажем, не металлическое. Он не понимает, что это такое. Наступил, бум, там оказался я-куш, мукеш. Он попал в капкан. Такашем, он спасет. Я-циль-ха. Спасет тебя. Митсуда. Я-куш. И также, медевер-хавод. Это слово девер, вы сказали мор. А вот, который вдруг произошел. То есть, эти две вещи, они внезапные, неожиданные. Вдруг бум капкан. Вдруг пошел мор. Эпидемика эта. Никто этого не ожидал. Оно пришло. Такашем, из всего этого, от этих внезапных вещей, он спасет. Бе-еврато, я-сех лах. Эврато, это как бы, тоже как крыло. Ну, крыло, но с перьями. А эврато, это вот само крыло. То есть, даже вот, если перья все общипаются, оно останется. Это вот, крыло, то, что называется. Это называется эврато. Это разница между канав, канав, это с перьями. А эврато, это вот, как у птицы, вот то, что там, где крыло, под перьями. Это называется эврато. Бе-еврато, То есть он будет нас защищать, теперь они как бы не очень защищают, а вот кости, на самом деле, птицы так защищают своих птенцов, тут крыло, и не подойди к ним, они защищают. Так наше им, как будто образное выражение будет нас защищать. Быврато я сехлах. Тахат кнафав, тут же крылья, под крылами его, техесе, техесе. Да, слово махасе, снова укрытие, махасе, укрытие. Цена весохера амито. Цена это кольчуга. Весохера амито. Цена тоже типа кольчуга, которая идет вокруг, схор, схор, то вокруг. Какая-то защита окружная, не знаю точно, что имеется в виду. То, что человек одевает на себя. Цена весохера, может это одно и то же, может это кольчуга идет по кругу, есть такое мнение. Цена весохера амито. Правда его. Тут очень важная вещь. Что больше всего защищает? Правда. То есть правда это оружие против напасти любого яцарара, против любого обмана, против любого подвоха. Правда это оружие. Просто кто-то вам пришел, добыть начал вам морочить голову. Что-то там наезжает, взбухает и так далее. Можно ничего не говорить, может просто повторить то, что он сказал. Он что-то сказал тебе, ты просто это повторяешь ему. И он сам понимает, что он что-то не то, как бы говоря, гонит. Он сам понимает свою ошибку, то есть он не прав. Так вот правда, просто показываю правду. Этого достаточно. Например, приходят дети, что-то начинают спрашивать. Говорят, ты никогда не позволяешь мне пойти гулять с друзьями. Окей, это неправда, он хочет пойти гулять ночью. А он это уже распространил на все случаи жизни. Ты никогда ничего не разрешаешь. Окей, повторяем. Я никогда тебе ничего не разрешаю, может даст вопросом. Он понимает, ага, ну не совсем никогда. То есть потихоньку-потихоньку правда выходит на свет. И тогда все вот эти вот утверждения, которые пришли от яцарара, от плохого, от нечистого, они все улетучиваются. То, что написано здесь. Амито. Правда его, это как кольчуга. Когда человек идет по правде, он как в кольчуге. То есть к нему нельзя не придраться. Правда как кольчуга. Правда она защищает. Дальше написано зеленым, чтобы просто был ориентир, да? То есть переходим к шрифту зеленому, салатовому. Лоти раме пахад лайла. Мехец яуф юмам. Не бойся. Пахад лайла. Боязни ночной. Мехец яуф юмам. И стрелы дневной. Как бы есть и день и ночь, но это похоже в том плане, что хец он летит вдруг, или тоже внезапно. Днем летит хец, потому что ночью не видно, куда его пускать. А ночью тоже правда вдруг не страшно становится. Такое то, что говорится. Салатий раме пахад лайла. Мехец яуф юмам. Не бойся. Страха ночного и стрелы дневной. Мехец яуф юмам. Мехец яуф юмам. Мехец яуф юмам. Мехец в ешуе царай. Мехец яуф юмам. Снова тут есть как бы две части, снова Девер, Офиль это как темнота, он тебя спасет от Девера в темноте. Кетов тоже болезнь, другое название Девер, тоже скажем, Девер Кетов, он тебя спасет от Девера, который ночью приходит в темноте, это все образно и Кетов тоже болезнь, это страшная, от которой умирают, который как Шот, как грабитель, в среди дня приходит и дальше обещание тебе. Ямин правая сторона, то есть остается какая еще левая, то есть с левой стороны упадут тысячи тевых врагов, из правы упадет десять тысяч, рвова это десять тысяч, то есть вот эти все враги, которые на тебя наступают, они все упадут, а к тебе они не подойдут, ля кешет гаш, это такая глава надельная, ве гаш, ве гаш, то есть они тебе не подступят, враги. Ты только глазами увидишь, только глазами ля бит смотреть, ты увидишь их, или другой комментарий, только посмотри глазами, только посмотри, только посмотри и увидь, что сколько есть врагов вокруг тебя, и все они падают, что он тебя защищает. Рак бейнех от абит. И если глазами своими взгляни, ве щелумат рашаим, тире. Щелумат рашаим, рашаим, злодеи, тире увидишь. Ты увидишь щелума, сложное слово, щелумат рашаим, это типа как их конец, они будут прикончены, слово шалем полностью, полностью прикончены будут, щелумат рашаим, злодеи будут полностью прикончены, шулматр шаим тире. И дальше. Киата ашем махси ильон самта миунеха. Да, ты ашем махси, ты моя защита, мое укрытие. Ильон самта миунеха. Маон, это место, где кто-то обитает, живет. Маунеха, то есть твое место в обитании это ильон, наверху. Ты наверху, ты сильнее всех, и ты меня защищаешь, там я укрываюсь тоже вместе с собой. Переходим на белый шрифт снова. Еще дальше обещание. Лё те уне элеха раа. Видите, все те ильимы построены очень часто, как какие-то две параллели. Есть пасук, он делится на две части параллельные. То есть повторяется разными словами один и тот же смысл. Так это очень часто происходит в Танахе. Лё те уне элеха раа. Те уна, как будто как авария, да? С тобой не переключится никакой аварии. Рааа. Ничего плохого. Венега, лё икрав бо олейха. Огель, как бы твой шатер, шаты твои, твое жилище. Нега. Нега. Туда не приблизиться. Какие-то там какая-то язва или что-то. Нега. Лё икрав бо олейха. Рабарий, как скажете нега? Поражение. Ну, негаим, да, негаим. Вот у тебя дома не будет ничего этого. Нега лё икрав. Не приблизиться к тебе. Есть нега цараат. Помните, нега и цараат. Такие такие, допустим, на коже могут быть такие какие-то выступы, болезни или может быть тоже на стенах дома. Негаим, нега. Дальше. Кима лахав и цавелах. Потому что я ангелы, ангелов своих, я им прикажу. Лешмурха. Кима лахав и цавелах лешмурха. Да? Ангел. Тут условно ангелов его. Ашем. Ангелов его, Ашем. Он прикажет им лешмурха. Охранять себя. Бехоль драхеха. Во всех твоих, на всех твоих путях. Бехоль драхеха. Есть еще один пасук, который говорится в кариачма. Тут мы его не перевели. Просто мы не можем все перевести. Есть пасук, который говорит в самом конце. Тоже не во всех седурах это переводится. Пасук говорит так. Бехоль драхеха да эу. Вияшер охотеха. Бехоль драхеха да эу. Где бы ты ни шел, каким бы ты ни шел. Бехоль драхеха да эу. Все время знай Ашема. Бехоль драхеха да эу. Вияшер охотеха. И он выпрямит стези твои. Дороги твои. Кажется, это уже проходили на прошлых уроках. Давайте продолжим с текстом. Он тебя будет защищать на всех дорогах. Он тебя возьмет в руки, в ладони. Поднимет тебя ласет. Исануха. Эти ангелы, они тебя как бы поднимут ласет. Исса. Поднимут руки свои. Зачем? Чтобы ты не споткнулся об камень. Пен тегов ба эвен раглеха. Пен тегов. Пен это для того, чтобы нет. Да, не дай бог. Чтобы ты не споткнулся тегов ба эвен об камень раглеха. Твоя нога не споткнулся об камень. И дальше. Аль шахал ва фесен тидрох. Ты будешь наступать на шахал и петен. Шахал это такой арье. Лев молодой. Петен это земля. Кобра, мне кажется. Вид змеи такой, кобра. Аль шахал ва фесен тидрох. Ты будешь на их наступать, они ничего не делают. Тирмос кфир ва танин. Даже их размажешь. Наступишь, размажешь. И льва, и даже танин. Танин это большая змея. Крокодил, по всей видимости. Танин, крокодил. Аль шахал ва фесен тидрох. Тирмос кфир ва танин. То есть ты будешь таким сильным, что ты будешь идти и не будешь препятствовать на дороге. Ни львы, ни змеи, ни крокодилы. Потому что Ашем с тобой. Это все говорит ангел, который все видит сверху. Киви хашак ве фальтеу. Аз гевеу кеадашми. Есть мнение, что это как бы такой диалог. Диалог, он говорит молящийся. Киви хашак ве фальтеу. Потому что он Ашем. Почему он это делает? Он хашак би. Он любит меня. Он хочет меня. Он меня спасает. Есть такой комментарий. Киви хашак хешек. Он хочет меня. Любит меня. Я желан перед ним. Киви хашак би. Ашем би хашак ве фальтеу. Лев лед, как бы плита. Избавит, спасет. Как бы вытащит из неприятностей. Плита вытащит буквально из неприятностей. Фальтеу. Аз гевеу кеадашми. Я его приподниму, потому что он знает имя мое. Знаком со мной. Близко. Аз гевеу кеадашми. И краэйни веянеу. Он позовет меня. Я ему отвечу. Опять-таки, что он говорит. Он, молящийся, он меня позовет. Это говорит ангел. Так, как говорит Ашем. Он позовет мила меня. И краэйни. Когда мы вызываем к Ашему. Веянеу. Ашем ему ответит. Веянеу ему. А, ему анохи бацара. Иммо анохи бацара. С ним я в неприятности. Там, где есть цара, неприятность, я с ним. Ашем говорит, я с тобой. Иммо анохи бацара. С ним я в неприятности. Ахальцеу вехавдеу. Я читаю в самом низу. Последняя строчка. Ахальцеу вехавдеу. Ахальцеу. Снова лахлоц. Как мы когда снимаем ботинки, называется тоже лахлоц. Вехавдеу. Это спасение. Спасет меня снова. Орых ямим азбеу. Я его наделю долгожитием. Орых ямим. Длинные дни азбеу. То есть он будет сыт. Савэ это сыт. Я его насыщу длинными днями. Я покажу ему свою ишуа. Может быть это ирэу. Это не буквально что человек увидит ишуа. А металл, что он человек будет ощущать ишуа. Избавление от Ашема. Как ишуа. Это похоже на геула. И это повторяется. Снова два раза повторяется. Орых ямим азбеу. Вереу бешуа си. Это такой мизмор. Не все гладко. Сложные очень слова. Это очень сложный мизмор. Даже комментаторы затрудняются в его переводе. Но мы поняли такую общую картину. Давайте еще раз почитаю сначала до конца. Чтобы было так начитано. Более легко понять. Давайте еще раз зачитаю это. Это говорится. Иоушев висец религион. Бицейл шадай ислонан. Омар лаадоинои. Махси умитвази. Элухаи евтах бо. Ки ху ицелиха мипах якуш. Медевер хавот. Беверсо яссех лах. Ветахас кнапав. Техсе. Цинна висохира амито. Ло сира. Мипахад лейла. Мехец иуф юмам. Медевер бауфел яхалох. Мекетв ישуд цеораем. Иппол мецедха алф. Уровава меменеха. Эллеха лу егэш. Рак баинеха сабит. Вишулумас решаим тире. Ки ата аддоне махси. Илеон самта меонеха. Ло сионе эллеха раа. Венега лу якрах бау оллеха. Кималеха вецебалах лешмуха бахол дарахеха. Аль капа имесануха пен тегов баевен раглеха. Аль шахал вафесен тидрох. Термос кфир и бастанин. Киви хашак вафалтео. Аз гавео киадаш ми. Икраэйни вэйнеу. Иму анохи ба цара. Ахальцео вэхавдеу. Орыхэмим избео вэйреу бешуаси. Окей, можно даже продолжать. Что еще у насильского отрывок? Да. Тоже важный отрывок. Более такой радостный уже. Зачитаем. Иру и нейну вэйсмахли бэйну. Вэстагель навшэйну бешуасиха. Бэмес бээмор. Лецён малах эллоэха. Адзуна мэлеха адзуна малах адзуна млок дуам ваэт. Кем алху чиха хи. Уллэмят тимлок бахавот. Кем лан мэлеха эллоата. Видите? По сравнению с предыдущим слайдом. Это очень легкий. Иру и нейну вэйсмахли бэйну. Наши глаза увидят. Иру и нейну. Увидят наши глаза. Вэйсмахли бэйну. И сердце наше обрадуется. Это такое пожелание, что будет на завтра. Мы сейчас засыпаем. Может быть в этот день Маширик не пришел. Может что-то было неудачно. Но завтра будет новый день. Завтра все будет хорошо. Мы проснемся. И увидим. Что мы увидим? Иру и нейну. Вэйсмахли бэйну. И обрадуется сердце наше. Вэстагель навшэйну бешуасиха. И душа наша тоже обрадуется. Слово гиль. Это название радости, ликования. Вэстагель навшэйну. Почему тагель? Потому что нефиш это женский рот. Нефиш хи. Она тагель. Она будет рада. Тагель навшэйну. Навшэйну. Душа наша. Нэфиш шэйну. Нэфиш шэлану. В чем она будет рада? Бэйшуатеха. Бэйшуатха. Ишуатха. И дальше переводится такой пастух из книги Исайя. Это такая цитата. То есть мы снова увидим правду. Будет настоящая Ишуа. И тогда будет сказано Ли Циону. Как бы Циону будет сказано. Малах Элу Кеха. Наконец-то воцарил Элуким Ашем над Ционом. Он Малах Настоящий. После всех выборов, то, что мы выбирали, придет настоящий царь Ашем у Малаха Амити. Над Ционом. Бэймур ли Цион Малах Элу Кеха. И дальше такая мантра повторяется. Адуна Малаха, Адуна Малаха, Адуна Млох Дулам Вэйд. Ну, Ашем Он Малах. В настоящее время. Он Малах. Он всегда был Малахом. И Он будет дальше царем. Малах, Малах и Млох. Это так учится в будущее время. Три времени учится. Малах, Настоящее время. Тоже может быть, это глагол. Малах глагол будет. Малах это царь. Это вопрос, почему сначала сказано Малах, что является существительным, потом сказаны глаголы. Это вопрос. Ну, по-простому так. Ашем Он Царь. Ашем Он Царствовал. Малах. У Имлох. Это Бенян Пааль. Лимлох. У Имлох Лу Лу Лам Вэйд. Не всегда будет царствовать. Ашем Малах, Ашем Малах, Ашери Млох Лу Лу Лам Вэйд. Кем Малахус Шиль Хаги. Потому что царство, оно твое. Мальхуд. Так делается. Опять-таки, мы берем какой-то глагол. Лимлох. И делается такое существительное. Мальхуд. Неваляется Ут. Мальхуд. Царство. Например, слово Ликабель. Это получать. А слово Кабланут. Кабланут, когда человек получает на себя что-то. Делать какую-то работу вовремя. Много таких примеров. Кем Мальхуд Шиль Хаги. Царство твое. Поэтому ты правил. Ты был царем. Ты будешь царем. И ты царь. Лу Ламе Ат. Тим Лох Бахавод. Ты будешь править. С честью. Кавод. Ке Эн Ланамелех. Эля Ата. Так мы утверждаем в конце дня. Такая установка. Эн Ланамелех. Эля Ата. У нас нет царя никого. А только ты. Эля Ата. Эн Ланамелех. Эля Ата. Это следующая часть, которая относительно была легкая. Дальше посмотрим, что еще у нас есть в арсенале. О. Это тоже говорится в конце. Тоже все это говорят. Тоже важное изречение. Три раза. Гимель Па Амим. Ригзу Валь Тихтау. Им рубля Вафхэм. Аль Миш Хафхэм. Ведому Села. Начнем с конца. Для интереса. Села. Гэй в конце. Как бы такое утверждение. Навеки. Железно. Навсегда. Это Села. Дому. Слово Дамама. Молчать. 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 Даже можно не двигаться. Полная тишина. Уже никто никуда не идет. Для Дум. 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 Аль Миш Кавхэм. Аль Миш Кавхэм. Аль это на Миш Кавхэм. Это ложа. Там где мы лежим. Миш Кав лежать. Миш Кавхэм. Там где вы лежите. Ваша ложа. Им рубля Вафхэм. Скажите в сердцах ваших. Бели Вафхэм. Скажите в сердца ваших. И вначале. Ригзу Вальтихтау. Теперь то же самое. Только сначала. Ригзу Вальтихтау. Ригзу Вальтихтау. Что такое Ригзу? Ригзу. Ригзу Вальтихтау. Как бы. Ригзу Вальтихтау. Какой-то вид усилия. То есть делайте усилия над собой. Сделайте усилия. Ригзу. Ригзу Вальтихтау. Ригзу Вальтихтау. Ригзу Вальтихтау. Ригзу Вальтихтау. Ригзу Вальтихтау. Ригзу Вальтихтау. Бояться Бога. Рогез. Человек, который сердится, он такой, он весь такой выходит из себя. Сердится. Он гневается. Рогез. В том же самом деле мы должны быть в таком состоянии по отношению к боязни перед Шемом и не сердиться, и не грешить. Да, вот такое состояние тела, нас всех трясет, да. И мы себя держим и не грешим. Называется Ригзу Вальтихтау. И дальше. Имрубле Вавхэм. Скажите в сердце своем. Скажите в сердце своем. Имрубле Вавхэм. Альмешка Вавхэм. Ведомо Сэла. Что скажите? Скажите все ваши преступления. То, что вы натворили. Признайтесь. Пусть все это останется в сердце. То, что хотелось кому-то сказать. Ему это не говорите. Пусть все это останется у вас при себе. Имрубле Вавхэм. Все это как бы переварите. Альмешка Вавхэм. Почему Альмешка Вавхэм? Потому что это время, когда человек пришел до кровати, он должен успокоиться. Наконец он может заснуть. Все хорошо, все спокойно. Это время, когда можно сделать то, что мы сказали. Имрубле Вавхэм. Альмешка Вавхэм. И в конце что остается? Дому Сэла. И молчи. Все подытожь. Реши больше не грешить. И то, что хотел плохое сказать, не говори. Все. Молчи. И такое состояние будет продолжаться. Ведому Сэла. С этого момента мы молчи. Ничего плохого не говорим. Ничего плохого не думаем. Ничего плохого не делаем. Ригзу Валтихтау. Имрубле Вавхэм. Альмешка Вхэм. Ведому Сэла. Тут такой написан перевод. Бойтесь Господа и больше не грешите. Внушите сердцам с вашим, когда вы на ложе вашим. И молчите. То есть, внушите, да, трепет перед Ташемом. Внушите, что больше не хочу грешить. Ригзу Валтихтау. Имрубле Вавхэм. Ведому Сэла. Вообще, отмечу, что это время, когда перед сном, это время очень важное. Можно просить любые просьбы. Как я это знаю. Есть такой послуг. Шири Ширим. Альмешка Ви Бай Лейлот. Бекашти Эд Шаава Навши. Альмешка Ви Бай Лейлот. То есть, ночью, на своем ложе, я просил то, что я любил, то, что я хотел. Маша Ахава Навши. Альмешка Ви Бай Лейлот. Бекашти Эд Шаава Навши. То, что я хотел. Может, то, что моя душа хотела. Это еще более высший уровень. То есть, может быть, мы днем много чего хотим, но мы этого не можем добиться. А вот ночью перед сном это особенное время. Может, именно тогда то, что нам мешает, то, что мы хотим исправить, то, что мы очень хотим получить. Может, именно тогда мы можем получить ответ. Именно ночью. Вообще, я считаю, что ночью время особенное. Нужно, наверное, спать. Но кто-то учится ночью, например, кто-то учится. Потом совсем другое состояние на следующий день. Мушхимилав худшили хэсет. Так считается. Тоже молитва ночью, она очень сильная. Это вот этот Криачм Али Мита, это входит в эту серию. Это молитва ночью. Кроме Марио, потом еще Али Мита. То есть, еще другое состояние. Альмешка Ви Бай Лейлот. Почему именно Бай Лейлот? Потому что это время, когда человек, как бы, совсем у него другие отношения. Альмешки Ви Бай Лейлот бекаштет шава навши. Особенно силой этой молитвы. Ну, нам осталось, кажется, уже последний отрывок из Криачм Али Мита. Браха, это сама Браха. Если я не ошибаюсь. Да. Да. Сама Браха, которая говорится непосредственно перед сном. После этой Брахи следует заснуть. То есть, если мы спать не собираемся, то Браха это не говорится. Говорено, что уже ночью, что мы уже около кровати. Если мы не спим, то Браха не говорится. Это Браха перед сном. Поэтому после этой Брахи лучше не говорить. Ну, само собой, если там ребенок расплакался, и что-то нужно срочно, и туда-сюда, то, конечно, можно и поговорить, и там, если надо попить, и так далее. Но в принципе, по идее, это Браха, которая говорится перед сном. Говорится так. Что мы просим перед сном? Видите, настоящая Браха начинается с Баруха Таашем. Сложно понять. Амапиль. Как будто роняющий. Хевлейшейна. Узы сна. Алейнай. На глаза мои. Утнума аля фапай. И дрёма на мои века. Ум-ирлешон бас ань. Когда человек засыпает, вы помните, такое ощущение, вы знаете, да? Сначала есть такое ощущение, что тело как будто немеет. То есть, если человек устал, то он как бы лег, и уже как будто не хочется больше двигаться. Тело как будто не чувствуется. Поэтому написано Хевлейшейна. Хевлейшейна. Как будто хевлет, как бы веревки. Как будто тело обвязали веревками. Тело не может больше двигаться. Но эти веревки такие, они такие как бы, они не сильные. Они как бы просто упали как с неба. Упали на веревки, и больше нам не хочется двигаться. Сказано Амапиль Хевлейшейна. На нас как бы спустились Хевлейшейна. Узы сна. И глаза потом начинают закрываться. Алейнай. Сначала нам как бы просто не видим глаза, и потом глаза закрываются. Тнума аля фапай. И веки так немножко, немножко воргают немножко. Уже, 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 уже. И веки смыкаются. Это называется. Тнума аля фапай. У миир ли шон бат айн. Тут разные цвета есть. Это специально, чтобы как бы не было скучно. Миир ли ишон бат айн. И этот ашем, он миир, ор, освещает ишон бат айн. Что такое ишон бат айн? Это стране глаза такое. Есть глаз, внутри есть черная точка, зрачок. Это называется ишон бат айн. Ишон бат айн. То есть, глаза. Ишон. Вообще, ишон, это все такое темное. Темная часть глаза. Зрачок. Ишон бат айн. Именно этим частью глаза человек видит. Единственное, что много лет, тысяч лет назад, вот это, друзья, знали уже, да, что миир, то есть, за счет света, который попадает в зрачок, на сетку, человек может видеть. Это уже больше просьба, чтобы мы проснулись. Мы идем спать в надежде, что завтра мы проснемся. Это не стопроцентно, но мы очень надеемся, что завтра мы проснемся. Мы просим, сейчас я все засыпаю, как будто меня связали веревками, я сейчас тело не чувствую, я улетаю в другие мира. Но я прошу, чтобы завтра я проснулся, был свет. И в этот предосвет я увидел глазами мир. Детство, что ишон похоже на слово иш. Видите? Ишон как иш, человек. Если мы посмотрим в глаза, то мы увидим в глазах отражение себя. Такое в маленьком, в маленькой резолюции. Видите? Такого маленького человека называется ишон. Или я вот сейчас смотрю в объектив тоже, тоже, может быть, могу себя видеть. Это как в зрачке. Ишон бат айн. Кстати, нельзя смотреть в оба зрачка одновременно. Это просто невозможно. Поэтому, когда человек смотрит кого-то на другого, глаза бегают немножко. Потому что он все время меняет взгляд с глаза на глаз. Глаза немножко бегают. У него можно смотреть одновременно на два глаза. Кто хочет, чтобы глаза не бегали, есть такой совет, смотреть человеку посередине, на переносицу где-то, на лоптницу. Такой взгляд, такой спокойный взгляд. Кажется, что, кажется, собеседнику, что мы смотрим на него очень так внимательно, но в то же время мы не в душу ему не входим, как не прямо в глаза ему, а просто как бы спокойный такой взгляд. Хорошо. Это первая часть. Баруха Та Ашем. Элукина миле хавлям. Амапиль хайвлей шина алейнай. Усума ле фапай. Умир лошан бат айн. И дальше просьба перед сном. Пусть будь угодно перед тобой, Ашем, мой, Ашем, отцов, братцов моих. Уложи меня с миром. Видите, это повторение, то, что мы видели с самого начала. Повторяется. И подними меня с миром. Хаим ту вим лошалом. Ветен хили ки ветурас эйхо. Дай мне удел в Торе твоей. Важная просьба, да, про Тору не забыть перед сном. Кстати, это время, когда можно повторять то, что мы все, что мы ушли за день. Да, это самое то, повторить пройденный материал по Торе. Тот, кто не может заснуть, то после этой брахи можно сказать еще раз Хирячма, можно говорить Псуким, чтобы заснуть. Это позволяется. Если бессонница всех не засыпает. То есть один совет, это такой совет барашков считать. Но более что-то продуктивное, это или Тору повторять, или говорить Хирячма, или Псуким говорить, это более продуктивно. Ветен хиль ки ветурат эйха, ветергилен ли двар митсва. Да, сделай так, чтобы я привык. Как разный митсвот, делает митсвот. Вальтр гилене ли двар овера. Чтобы я не привыкал к оверот, к преступлениям. Снова голубая строчка. Вальтр веене ля дей хэт. Не приведи меня к греху. Вилё ля дей несайон. К испытанию. Чтобы не было испытаний. Потому что можно не высадить испытания. Вилё ля дей безайон. Чтобы не было позора. Не приведи меня к позору. Ви шлот би яцр тов. Чтобы не властвовал шалит. Шалит властвовать. Пусть властвует надо мной яцр тов. Вали шлот би яцр ара. И не властвует надо мной яцр ара. В этой целене ми сатан. Спаси меня. Упаси меня от сатана. Сатан. Уми пегара. Да. От каких плохих пришествий. Уми халаим раим. От болезней. Плохих. Михалаим раим. Вали вагалуни районай вехаламотра им. Вагалай это как страх. Али вагалуни. То что не было страха от моих мыслей. Район. Есть ли район. У меня есть идея. Чтобы мои идеи не пугали самого меня. И чтобы сны мои тоже не были плохими. Тут имеется две вещи можно сказать. Во-первых я прошу чтобы ночью у меня не было ужасников. Страшных снов. А во-вторых чтобы мои сны. Которые я увижу ночью. Чтобы они не появляли потом. Что везде будут думать про эти дурные сны. Это наша просьба. Вали вагалуни районай вехаламотра им. Вегиргурим раим. Тоже разные такие помыслы какие-то дурацкие. То что которые могут быть. Ночью могут прийти. Вообще от чего зависит что человек будет видеть ночью. Это зависит непосредственно от того что мы видим сейчас. Вот кариачма али мета. Человек который перед сном искал кариачма. Искал браха. Искал псуким. Которые его защищают. То скорее всего у него будут сладкие сны. Вообще сон это такое состояние. Когда человек может услышать какую-то очень красивую божественную музыку. Которую даже наяву не слышно. Он не может слышать. Я часто. Ну очень часто. Бывает что я во сне фильмы интересные смотрю. Мамаш. Можно в кино не ходить. Какие-то концерты интересные. Музыкальные. Или там смешные. То есть. Можно обойти спокойно без концерта. Без фильмов. Без всего. Все во сне прокручивается. Потому что. Я не знаю почему. Это время когда ты спишь. Время как бы идет. Вот. Желательно так его терять. А так ты во сне видишь много интересных вещей. Можно гулять где-то в интересных местах. Да. Почему? Потому что душа она отводит от тела. Она сейчас не привязана к телу. И даже к времени она не привязана. Она гуляет по разным мерам. Так это и происходит. Это хорошие сны. Это хорошие сны. Это хорошие сны. Если мы их просим. Они к нам придут. Хорошие правильные сны. А есть разные дурацкие сны. Да. Это происходит когда мы не готовимся ко сну. То есть. То что мы участвуем. Это подготовка. Подготовка. Отходы ко сну. Это очень важная церемония. Не просто упасть ничком. А вот. Подготовиться ко сну. Все таки. Сон это третья часть жизни. Желательно что она пройдет в каких-то дурацких снах. Поэтому нужно себя подготовить. Продвигаться в брахе. Да. Вали валюни районай. Вехолемот раим. Что у меня было плохих снов. Вегер. Ирурим раим. И дальше. Ватимита асишли мали фанеха. Пусть кровать моя будет цела. Может быть имеется ввиду о потомстве. Чтобы потомство мое было праведным. Это имеется ввиду. Это как бы закодировано в слове мета. Кровать. Тимитати шлема ле фанеха. Ваер эйнай. Пенешана мавис. И на завтра. Свети глаза мои. Чтобы не дай бог я не уснул намертво. Ваер эйнай. Пенешана мавис. Чтобы завтра проснулся. Это заканчивается в бараха. И в конце есть хатима. Ваер эйнай. Ваер эйнай. Сейчас ночь это время, когда трудно поверить в Ашема. Потому что мы не видим мир. Все кажется как бы страшно. Не видно. Но завтра будет новый день. Будет свет. И все наяву. Все лучше. Птички поют. Да. Ваер эйнай. Свет светит. Это такая бараха бруха. Это Ашем аммиир. Лаулям кулёб их водо. И весь мир освещается светом Ашема. И давайте послушаем еще песенку на распокойные ночи. Перед отходом ко сну. Если мы завтра проснемся. Значит нам дали еще один шанс. Все что мы бы делали сегодня. Плохо. Хорошо. Хуже. Лучше. В конце мы можем все исправить. Поиск прощения. В конце концов наше деяние будет да угодно. Сейчас мы проснемся. И будет новый день. Есть некоторые которые поют в конце песенку про Адону-Лям. То самое Адону-Ляма, которая поется утром. Адону-Ляма-Шерма-Лях. Адону-Ляма-Шерма-Лях. Также поется это перед сном. После Крячма-Ляма-Ляма-Тан. Лай латов. Спокойной ночи. Малыши и не малыши. Завтра новый день. Все хорошо. Плохой. Адону. Плохой. Плохой.